Настоящий воин всегда ищет битвы. В его жилах течет желание путешествовать, исследовать, воевать и захватывать. И ни лязги мечей, ни тяжелые доспехи, ни пот и кровь не остановят искателя приключений на его пути. Он открывает новые миры для себя в каждом, оставляя след своего величия. Потом о нем будут слагать легенды и передавать из уст в уста. Или же его будут знать лишь немногие, но их уважение будет сильнее, чем от тысячи других. А может для кого-то он станет страхом и ужасом, от воспоминаний о котором проступает холодный пот, а ноги начинают подкашиваться. Таким ты хочешь стать. Всем привет, это Элма и сегодня у нас немало известная, очень хардкорная и довольно социальная MMORPG-песочница Albion Online. С ней мы уже знакомились в одном из выпусков на канале Вайда, но теперь дела куда серьезнее. Релиз игры вот-вот состоится, то есть не через полгода или не через три месяца, а буквально вот прямо сейчас, 17 июля. Данный проект является долгостроем, он пережил несколько глобальных переделок и был доведен до ума и отшлифован. В этом принимали участие не только разработчики, но и игроки, которые писали чего не хватает, а что стоило бы поменять в мире Альбион. Я бы хотел вместе с вами найти ряд причин, почему стоит играть в данную игру прямо сейчас. Итак, поехали! Первая причина – это экономика в игре. Все, что можно использовать в игре, создается исключительно игроками. Броня, оружие, инструменты ресурсов, маунты и еда – все это будет производиться пользователями игры и успешно продаваться через аукцион. Ну а учитывая фулл лут и опасность некоторых локаций, необходимость в ресурсах или готовом шмоте будет всегда, не говоря уже о расходниках. В каждом крупном городе есть места под мастерские, которые вы можете приобрести и потом построить там свою крафтовую лавку. Зачем это нужно, спросите вы. Крафт платный и часть потраченных игроком копеечек пойдут к вам в карман. Мастерские в дальнейшем можно развивать, повышая их уровень крафта. Главное успеть занять выгодное местечко. Вторая причина – кроссплатформенность и единый сервер. Игра будет доступна на разных платформах ПК, Мак и Андроид. Все события будут происходить на одном сервере. Он будет единый для всех. Вы сможете играть, сидя за компьютером дома или пока едете в метро или автобусе запустить игру с планшета. Графика и оптимизация клиента Альбион онлайн делают игру нетребовательной к железу. Причина номер три – нет строгой привязки к классам. Как было сказано в одном из роликов с самими разработчиками Альбион, вы то, что вы носите. И действительно, у каждого оружия и брони есть свои навыки, которые вы при крафте еще и выбираете. Создавайте удобный для себя билд, сочетая, например, латную броню для большей защиты с посохом для фаерболов. Ваше право построить своего персонажа так, как будет удобно именно вам. По мере того, как вы убиваете монстров одним из типов оружия, вы прокачиваете ветку на древе талантов и получаете бонусы к урону. С развитием ветки вы сможете носить более разнообразное оружие и ваш выбор не будет ограничиваться мечом, луком или посохом. Четвертая причина – это хардкор и пвп. Нет, на самом деле в этой игре есть место как заядлым пвпшером, так и пвешером, хардкорщиком и казуалом. Поэтому не стоит беспокоиться. Вся карта мира разделена на отдельные локации. В красных и черных зонах можно безнаказанно убивать всякого непонравившегося вам игрока. Есть также зоны, в которых за ПК нагладывается штраф. Ну а на синих спотах убийство игроков запрещено и вовсе. Вы можете посвятить себя военному ремеслу, захватывая территории, воюясь с другими кланами или же просто прославляя свое имя как самого надоедливого подлого крысы ТХ, убивая невнимательных путников. Теперь немного о хардкоре. В зонах с разрешенным пвп, любой игрок может напасть на вас и убить. Но не стоит забывать, что смертью дело не ограничивается. Все, что было на вас и у вас в инвентаре, достанется разбойнику. Этого не случится, если вы будете находиться в синих и желтых зонах, но ведь самое ценное, интересное и вкусное всегда находится за их пределами. И все искатели наживиться будут устраивать походы как раз в опасной локации. Так что ищите пати и будьте всегда готовы к нападению. Пятая причина – ПВЕ. Любители покрабить мобов тоже не оставили без внимания. Помимо монстров на локациях, в игре есть подземелья, инсты, рейдовые боссы, стражи ресурсов и так далее. И чем лучше добычи вы жаждете, тем сложнее и дольше будет ваш поход. Кстати, для крафта даже самой сложной вещи вам потребуется немало самых простых ресурсов из начальных зон. Так что даже новички с самого начала смогут зарабатывать на этом. Если углубиться, то стоит отметить и то, что в каждой зоне есть свои виды ресурсов, которых может и не быть в близлежащих спотах. А аукционы в игре локальной, если вы выставили лот в одной деревне, то в другой деревне его не будет видно. То есть вам придется возить свои драгоценности через локации, чтобы выставить какой-то недостающий товар в той или иной зоне. В общем, без бутылки зелья прозрения так сразу и не разберешься. Довольно интересным показалось соответствие локации к монстрам и видам ресурсов, которые можно встретить на них. В более скалистой местности вы найдете руду и камни. В лесах, конечно же, можно нарубить много деревьев. Да и монстры тоже соответствуют занимаемому биому. Например, скелеты обитают в болотистой местности, олени в лесу, а страусы в степях. Мелочь, но довольно занимательно. Хардкор присутствует и в ПВЕ. Здесь нет привычного нам линейного следования указателям игры. Вас бросает в мир полный как опасностей, так и разного рода занятий, и вы сами выбираете, что делать и куда идти. Ищите что-то интересное или выгодное. При этом не стоит забывать о риске потерять всё ваше добро при смерти. Будьте внимательны. Шестая причина – это новые дополнения. Каждое обновление игры несет в себе мощные изменения, улучшения и интересные инновации. Например, в день релиза игры, 17 июля, в игре уже будет установлено обновление Гектор. Помимо прочих нововведений, внимание достойна функция черного рынка. Некий NPC-торговец будет скупать оружие и доспехи с аукциона, внимание, у игроков и, условно говоря, запихивать их в монстров. То есть, утрируя, вы можете выбить с моба свою же шмоточку. Количество скупленного торговцем зависит от количества убиваемых монстров на локациях. Я думаю, разработчики на этом не остановятся, придумывая в следующих обновлениях свои необычные и неповторимые фишечки для игры. Такие дела. Седьмая причина – очки работы. Ну, наконец-то! В этой игре нет привычных нам очков работы. То есть, они есть, но не такие, как в хорошо знакомых нам корейских поделках. Здесь есть энергия крафтинга, и она лишь возвращает часть затраченных ресурсов на создание вещи в процентном соотношении. То есть, если энергия крафтинга у вас закончится, вы по-прежнему сможете рубить деревья, добывать руду, крафтить и делать всё, что вам может предложить игра. Лично меня это невообразимо радует. Восьмая причина – это крафтовая система. Раз уж мы говорим про очки работы, то поговорим и про крафт. В игре вы можете заниматься всем, прокачивать хоть все ветки ремесел и собирательств, если вам это удобно. Или же направить все свои силы в одно русло и прославиться, как лучший кузнец, допустим. Для собирателей существуют специальные сеты, которые улучшают ваши навыки сбора и упрощают вашу жизнь как добытчика. Но не всё так просто, очень сильно напрягает вес предметов в игре. Вам придется позаботиться об этом путем крафта хорошей сумки и покупки, а для самых прошаренных – выращивания ездового мула. С ним вы сможете набрать куда больше ресурсов на локациях и доставить их в нужное место. К тому же в игре есть раздолье и для любителей огородов, ведь вы можете приобрести частный остров или же, играя не в одиночку, раскошелиться на гильдейский. Тем самым вы будете развивать собственную инфраструктуру, добывать нужные ингредиенты и выращивать необходимых вам маунтов. Этакая своя мини-деревня. Причина номер девять – купи и играй. Это как плюс, так и минус. А вы что думали, я только плюса буду называть? Игра распространяется по системе buy-to-play, вы платите один раз и играете всё остальное время бесплатно. Но стоимость наборов не очень-то и дешевая, хотя с другой стороны в игре с подпиской за год вы отдадите примерно столько же, а то и больше денег, а в условно-бесплатной игре уж точно в разы больше. В Вальбионе и есть премиум, но его можно приобрести и за игровую валюту. Как и в любой другой MMORPG, здесь решают упорство, труд и количество часов в игре, ну или хорошее манипулирование и знание экономики. В конечном итоге вы сможете иметь премию, не тратя на него ни рубля. Причина номер десять – я предлагаю вам выбрать её самим, поиграв в Альбион. В игре есть масса плюсов, но наряду с этим есть и минусы. Многих может отпугнуть слишком упрощённая графика, хардкорный геймплей, отсутствие подсказок и путеводителей, как в современных играх. Квестовая система и сюжет тоже не являются ключевым моментом этой песочницы. Однако, начав играть, не замечаешь, как прошло пару часов, а то и дней. Сразу вспоминается реакция Вайда, когда он, пробегав 40 минут, уже строил планы, как организует клан наёмников, которые за деньги будут либо мешать возить ресурсы всем, кроме заказчиков, либо сопровождать и охранять чьи-то богатства. Ох уж этот Вайд. Ещё стоит отметить, что в игре даже последние дни за БТ был довольно большой онлайн, и в каждом городке бегало очень много людей, что я считаю очень важным для ММО-песочницы. Ну и хотелось бы пожелать разработчикам придумать Триал-версию, чтобы игрок мог пощупать то, за что он собирается отдать довольно немаленькую сумму. Поэтому смотрите обзоры и стримы по игре, прежде чем примите решение о покупке. Вам выбирать, какой виртуальный мир покорять сегодня, а Альбион всегда откроет свои двери. Играйте только в хорошие и качественные игры, смотрите видео на этом канале, ставьте лайки, пишите комментарии и не обижайте нубов. На этом всё, побед вам и полные мешки лута, с вами был Элма, до встречи в пиксельных мирах.